Неприятное соседство в микрорайоне Кузьминки. Местные жители возмущены строительством рядом с детской площадкой торговых павильонов. Люди опасаются, что это приведет к антисанитарии и появлению бездомных. Почему так вышло, расскажет Максим Кабаненко. Вот такое соседство детской площадки и торговых павильонов вскоре может ждать жители микрорайона Кузьминки. Эти конструкции начали устанавливать здесь недавно. При этом людей даже не предупредили. Когда я вышла и увидела вот такой масштаб, когда стоит длинная очередь вагончиков, их практически 10 штук, конечно, и они граничат непосредственно с детской площадкой, конечно, в этом ничего хорошего и никому, я думаю, это не понравится. Люди категорически против появления на этом месте торговых павильонов. Во-первых, это будет крайне неудобно. Киоски буквально примыкают к детской площадке. Вот здесь мы зимой ставим горку. Грубо говоря, она вот именно здесь стоит, и дети едут до угла дома. Грубо говоря, если здесь выход из торгового комплекса будет, то получается, детям уже горку некуда ставить. А во-вторых, жители беспокоятся, что это сильно повлияет на чистоту района. Антисанитария здесь обеспечена, зная такие подобные киоски, которые находятся у автовокзала. Наблюдали там крыс неоднократно, и Роспотребнадзор также их закрывал. То есть крыс либо отравят, либо они появляются вновь. То есть я только переживаю за своего ребенка, за детей, соседей. То есть что это непосредственно в близости детской площадки. Я считаю, что эти киоски, просто от них будет одна грязь. У нас и так уже была проблема с крысами зимой возле помойки. И сейчас, не дай бог, они сюда придут. Это все потом в дом. И как бы тут и дети гуляют. Кроме того, люди рассказывают, что в округе магазинов уже предостаточно. Они обеспечены всем необходимым. А вот безопасность детей может оказаться под угрозой. У нас тут любые товары уже продаются, и больше магазинов нам не нужно. Увеличение торговых точек – это рост отходов, возможных беспорядков, в том числе по вечерам. Неизвестно еще, как будут подъезжать сюда машины с товаром, машины разных служб, в том числе скорой помощи, пожарная охрана. Вот эти все вопросы требуют решения. А здесь решения никакого не предвидится, кроме как нарушения благоустройства района. Нужно отметить, что павильоны установлены на земле, которая не принадлежит местным жителям, а значит, теоретически все по закону. Однако людей это не устраивает, и они намерены добиваться их переноса. Уже обращались к собственной ку-территории, но ответ предпринимателя их сильно удивил. Собственник ответил, что построены вот эти павильоны едва ли не по просьбе жителей. Еще раз акцентирую на том, что нас, жителей, не предупреждали о том, что здесь собираются строить. Мы хотим, чтобы собственник считался с нашими правами, с тем, что мы здесь живем. Мы хотим, чтобы собственник нас услышал и понял, что мы готовы идти на компромисс, в том числе. Большинство жителей готовы идти на компромисс, и если собственник решит перенести эти киоски на другую сторону от большого магазина, который вы здесь видите, то никто не будет против. Жильцы также обратились в администрацию Кировского округа. Там пообещали проверить, все ли нормы соблюдены при установке павильонов. Но если торговую точку здесь установят, говорят местные жители, то им придется ее бойкотировать, а не надеяться, что может хотя бы это повлияет на предпринимателя.